Вратари на хоккейной площадке всегда выделяются. Причем не только своей игрой и габаритами, но и экипировкой. Особенно в ней выделяется шлем. Настоящее произведение искусства и, по сути, лицо вратарям. Во время игры галкипера без маски можно и не увидеть, зато шлем будет в объективе камеры в каждую паузу, а потому вратари относятся к росписи своего главного атрибута очень ответственно. Новый сезон НХЛ стартовал, а потому я решил собрать для вас 10 самых красивых вратарских масок в этом году. Все на мой субъективный взгляд, естественно. Вы на канале Хоккей Фил, меня зовут Филипп Майков и сегодня отвлечемся от всяких рейтингов и просто насладимся красотой. Погнали! Начнем с Ильи Самсонова, который остался в Торонто и летом обновил свою маску на более агрессивный вариант. Кем вдохновлялся Илья, понятно, бывшим вратарем Торонто Кертисом Джозефом. Тот прославился своей маской Куджо по известному роману Стивена Кинга о собаке-убийце. Да и по сути Куджо это и есть сокращение от имени Кертис Джозеф. У Самсонова получилось привнести в этот сюжет новое дыхание. Шлем выглядит современно и гармонично, плюс хорошо сочетается с домашней формой Торонто. От кленовых листьев тоже никуда не ушел. Они есть по бокам. Надеемся, что обновка поможет Самсонову провести хороший, мощный сезон. Далее Элвис Мерзликинс из Коламбуса. Латыш стал основным вратарем мундиров и в честь этого обновил маску в довольно необычном стиле. За основу Мерзликинс взял пиксельный сюжет, а сам шлем поделил на две части. В правой расположилась эмблема клуба, совмещенная с флагом штата Огайо, а справа, конечно же, Элвис Пресли в виде лего-человечка. Вообще, Пресли частый гость на масках галкиперов НХЛ. С ним на заднике будет играть, например, вратарь Вегаса Логан Томпсон. Шрифт номера, кстати, чем-то напоминает молнию Маккуина, а на заднике есть упоминание погибшего вратаря Коламбуса Матиса Кивлейникса, его соотечественника и человека, возможно, спасшего Мерзликинсу жизнь. Кстати, дайте знать в комментах, если хотите узнать эту историю поподробнее. Обновился также и тандем Айлендер с Сорокин-Варламов, но мне больше нравится маска Семена. Хоть ему уже и 35, но шлем в этот раз получился в крутом, молодежном и уже отчасти забытом стиле граффити. Огромная надпись «Лонг Айленд» наверху. Именно в этой части города базируются островитяне. Прозвище Варли на подбороднике и стилизация первых двух букв города Нью-Йорк в хоккейную тематику. По сути, как такового сюжета здесь нет. Зато круто соблюдены все клубные цвета, да и в целом маска получилась одной из самых ярких в этом сезоне среди всех вратарей НХЛ. Никуда не деться от вратаря Питтсбурга «Три Стана Джерри», которому сюжеты для масок уже на всю жизнь подсказала фамилия. Правда, стоит признать, что с каждым годом Джерри находит все более оригинальные варианты обыгрыша тематики известного мультфильма. На сей раз Том и Джерри выполнены в гоночном стиле монстр-траков, где мышонок буквально давит бедного кота. От больших и маленьких логотипов Джерри тоже никуда не ушел, а на задник поместил портрет покойного отца. В общем, получилось, как всегда, цветасто и креативно, но вместе с тем и символично. Джерри явно держит марку. Из наших вратарей я выделю также Петра Кочеткова. Вообще, в предсезонных роликах я говорил о том, что, возможно, он будет получать больше времени и потихоньку начнет теснить дуэт Андерсон-Ранта. И недавно Кочетков появился на льду, хотя перед сезоном и был отправлен в фарм Тампы. Так что маска пригодилась по назначению, ведь Петр летом сделал крутейший клубный шлем. Клубные цвета, логотип, номер – все под стиль ураганов. Но главная фишка маски далеко не в этом. Помимо герба России и инициалов на подбороднике, шлем украшен архитектурой родного города вратаря Пензы. Кто смотрит нас из Пензы, пишите в комменты. Религиозная и городская тематика присутствует также и на заднике. В общем, Петя постарался на славу. Маска и правда получилась очень крутой. Надеемся, что она поможет нашему вратарю провести хороший сезон. Далее выделим самую цыганскую маску сезона от новичка Оттавы Йонаса Корписалу. Конечно, золотой цвет немного присутствует в палитре клуба, но Финн сделал акцент только на нем. Крутое цветовое исполнение и просто слепящая маска. Кроме того, логотипы команды по бокам нарисованы не просто краской, а именно золотой пылью, что смотрится довольно необычно. А еще обратите внимание, что даже клетка на этой маске золотая. Также по бокам Корписалу не обошел и мультяшную тему, нарисовав персонажа Луни Тюн с марсианина Марвина в стиле гладиатора. На заднике флаг Финляндии и прозвище на подбороднике. В общем, получилась самая золотая маска года. Давайте перейдем к классике. И здесь шлем вратаря Анахайма Лукаша Достала. Причем это прямая отсылка к шлему легендарного вратаря Ута Ги Эбера. И презентовал новую маску Чех именно с ним. Найдите 10 отличий, что называется. Конечно, исполнение Достала более современное, но все детали той маски соблюдены. Во-первых, фиолетово-голубой цвет, отсылающий нас к ретроформе Анахайма. Конечно же, тот самый логотип с огромным утиным клювом. На каркасе есть также старое аутентичное лого, упоминание о кубке Стэнли 2007 года и имена легенд клуба. Помимо Эбера там уместились также вратарь Жан Себастьян Жигер, а также Пол Кори, Эмуселяна и Скотт Нидермайер. На заднике чешский флаг с надписью «Ничего невозможного», архитектура родного Брно и знак в память об ушедшей бабушке. Ну и те самые крылья по бокам, какие были у Эбера. Да и вообще, посмотрите, как Достал подготовился к 30-летию клуба. Полный комплект. Красота. Едем дальше по классике, но на сей раз уже классика музыкальная. Новая маска галкипера Филадельфии Картера Хартер. Здесь прямая отсылка к одному из самых влиятельных исполнителей 20 века, королю кантри Джонни Кэшу. На шлеме аж 5 портретов знаменитого человека в черном и его крылатая фраза, которую он произносил перед каждым выступлением. «I am Johnny Cash». Все это Хартер дополнил клубными цветами, да и вообще сочетание черного и оранжевого почти всегда выглядит беспроигрышно. Кстати, если долго смотреть на маску, то можно все же заметить логотип Филадельфии. Хотя он и вообще не бросается в глаза. Неплохо над своим имиджем поработал и действующий обладатель визины Линус Ульмарк. Бостон в этом сезоне празднует свое столетие, а потому вся тематика посвящена круглой дате. С клубными цветами и логотипом все понятно, а вот два медведя смотрятся довольно оригинально. Внутри них знаковые моменты в истории команды вроде «Последнего чемпионства» в 2011. На заднике забавный сюжет превращения маленького медвежонка в большого медведя. При этом на маске швед разместил имена только двух игроков. Это легендарный Бобби Ор и Патрис Бержерон, недавно завершивший карьеру. Кстати, во времена выступления за Баффало Ульмарк тоже делал такие маски с историей, но это исполнение явно куда более удачное. Не обойдем стороной и вратаря Вашингтона Дарси Кемпера. Эта маска – отсылка к старому логотипу и черной ретро-форме Вашингтона. И Кемпер после перехода в клуб уже делал такой дизайн. Но на сей раз вратарь совместил старый логотип и современную цветовую палитру клуба, что выглядит довольно стильно. Саб Орел смотрится чуть неуклюже и даже страшновато, зато сразу видно, что он абсолютно точно нарисован от руки. Да и вообще, в этом шлеме довольно много неровностей, странных переходов и игры с краской, но ручная работа точно видна, так что еще один плюс к ретро-отсылке, ведь когда столичные играли с этим самым лого, все маски делались именно так. Конечно, под черный комплект красная маска не очень пойдет, но под домашнюю форму – самое оно. Друзья, вот такая десятка у меня получилась. Не расставлял по местам ибо все это дело вкуса, как понимаете. Да и вообще, хотим выделить еще пару шлемаков. Например, вратарь Оттава Антон Форсберг, который сделал аж две маски к новому сезону. Есть вот такой необычный вариант с отсылкой к черному плащу, хотя причем тут утки и оттавы не очень понятно, а есть вот такой криповый вариант с Джокером и Бэтменом, а на заднике семейная тематика с любимыми персонажами его детей. Есть прикольная маска Джейка Оттинджера с выдрой, то есть отсылкой к его фамилии. Есть вариант от Капо Кахканина с демонической акулой, а есть прикольный шлем с койотом-байкером от Карла Веймелки. В общем, вратаре НХЛ люди изобретательные и креативные. А теперь давайте выяснять в комментариях, чья маска вам нравится больше всего. Пишите свое мнение внизу, интересно узнать ваши вкусы. Лично я своим фаворитом, наверное, назову шлем Петра Кочеткова. А вы? Жду комменты и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был канал Хокки Фил, Филипп Майков. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok